Черепахи – древние обитатели нашей планеты, чья история насчитывает миллионы лет. Изучение эволюции и адаптации этих удивительных существ позволяет нам понять, каким образом они смогли выжить и процветать в разнообразных условиях окружающей среды. В зависимости от своего образа жизни, черепахи делятся на водных и сухопутных. Первым относятся морские черепахи, которые обитают в морях и океанах, питаются в основном водорослями, а также пресноводные черепахи, которых можно увидеть в реках, озерах и болотах. Они питаются насекомыми и растениями. Сухопутные же обитают на суше и проводят большую часть времени там. Они могут быть разнообразными по внешнему виду и образу жизни. Вообще группа черепах – это очень древние рептилии. Вообще они произошли, наверное, на заре Триасового периода. То есть это уникальное время, когда на Земле формировались не только современные черепахи, но и такие хорошо известные группы рептилий, как крокодилы и динозавры. Дело в том, что появлению этих групп предшествовали самые разнообразные, достаточно драматичные события. Это, например, глобальное вымирание на границе Пермского и Триасового периодов, когда на Земле вымрало колоссальное количество самых разнообразных форм животных, как позвоночных, так и безввоночных. И это привело к образованию большого количества пустующих экологических ниш. Одной из ключевых особенностей черепах является их панцирь – защитная оболочка, которая играет важную роль в сохранении жизни. Панцирь черепах состоит из того же, что и наш скелет. То есть, кости – это в основном ткани, пропитанные разнообразными солями кальция и фосфора. Как раз эти элементы входят в состав всех костей позвоночных. Таким образом, их панцирь не является уникальным по химическому составу. Можно сказать, это те же самые кости, которые разрослись и окружили тело черепахи и дали ей защиту. То, что мы видим сверху – это кератиновые чешуйки. Интересно, что различных видов этих рептилий, формы и размер панциря могут сильно различаться в зависимости от их экологических особенностей. Как мы вот видим, формируется вот такой вот мощный панцирь, который дает им ряд преимуществ. То есть, это защита. Ну, конечно, это универсальная защита. Какие-то хищники, конечно, могут и прокусить этот панцирь. Но от большинства хищников он вполне себя надежно защищает. И, по всей видимости, это именно то изобретение черепах, которое позволило им пережить даже тех самых динозавров, с которыми они жили сотни миллионов лет бок о бок. Многие виды черепах имеют сложные стратегии размножения и защиты потомства. После спаривания самка черепахи откладывают яйца в специальных гнездах или в окружающей среде. У разных видов черепах могут быть разные стратегии для защиты яиц и инкубации потомства. Например, некоторые виды могут рыть норы, а другие могут просто закапывать яйца в песке. Большинство черепах не обладают высокой степенью родительского ухода, но некоторые виды все же проявляют заботу о потомстве. Например, черепахи могут тщательно ухаживать за молодняком после вылупления и обеспечивать им защиту и пищу. Резида Каримова, Софья Чигунова, Хафиз Гараев, Универ Новости.